В прошлый раз мы как раз так удачно закончили Брехта и разговоры о Брехте. И сейчас у нас особый день. Мы начинаем разговор о Марселе Прусте. Запишем даты жизни. 1871. Смотрите, как он много прожил в 19 веке. 1871-1922. То есть мы можем себе прикинуть, что он умер еще до того, как появилась волшебная гора Томаса Манна. Мы смещаемся во время, несколько более раннее, но мне хотелось к французской литературе подойти попозже. Ну что Пруст? Пруст особенная фигура, представляющая Францию первой половины 20 века. Пруст при жизни стал живой легендой и в значительной степени даже не благодаря тому, что он написал, а просто как человек, как уникальная личность, чрезвычайно заметная в культурной жизни Франции, Франции и Парижа в частности. Литературные произведения, конечно, тоже были по достоинству оценены современниками, но это случилось уже позже. А поначалу, да, биографические особенности Пруста занимали его современников, ну вот поэтому мы немножко остановимся поподробнее на его биографии, ну не очень подробно, вы знаете, я это не люблю, но так чуть-чуть в общих чертах, чтобы вы представили себе эту удивительную персону. Скажите, пожалуйста, кто почитал уже что-нибудь Пруста? Вот. Ну и вот вы будете читать Пруста, я даже это точно знаю. Вот. И, конечно, он пишет о себе, очень о себе, хотя, конечно, любой автор пишет о себе, о Прусте это можно сказать с особенной уверенностью, что прежде всего вообще только о себе. Так что биографические особенности нам не повредят. Итак, Марсель Пруста родился в Париже и был единственным ребенком известного врача и ученого тех лет. И мать его происходила из богатой, благополучной семьи. Вот в такой обстановке появился ребенок Марсель Пруст. Ребенок болезненный, впечатлительный, очень талантливый. Ему легко давалась учеба, он окончил лицей. Затем он, как и положено, ребенку из приличной семьи, вот не то что мы с вами, да, изучал юриспруденцию, в Сарбонне, да, и одновременно был постоянным гостем светских салонов, светских раутов. Его считали примечательной личностью, эстетом, эксцентричным, остроумным человеком. И вообще за ним водилась такая слава последнего Денди уходящей эпохи. Он застал большую часть 19 века, и вы, ну, наверное, что-нибудь знаете о таком понятии, как дендизм. И кто такой Денди? Если вы не вникли в это понятие, я вам очень советую, потому что это интересно. Это явление, которое сейчас, к сожалению, не представлено. Оно не связано только, конечно, с внешним видом людей. Это, дендизм, это вообще внутреннее состояние души, причем устойчивое, которое выражается и вовне. Есть на эту тему и хорошая литература о понятии дендизма, можете посмотреть и почитать. По-моему, это очень увлекательно. Так вот, Пруст был последним Денди уходящей эпохи в Париже. Вот такая удивительная персона. Он, как я вам уже сказала, посещал аристократические салоны, был вхож и в салоны литературные. И там он встречался чаще других рядом авторов. Нам не вредно будет знать, с какими, потому что, вероятно, следы их влияния и их общения мы можем найти в произведениях Пруста. Это будут авторы, которые вам знакомы по изучению 19 века. И так он встречался в литературных салонах с Гиде Мопассаном, с Эмилем Зуля, Анатолием Францем и Оскаром Уайлдом. Можете себе представить такую смесь. Эмиль Зуля в сочетании с Оскаром Уайлдом я лично трудно себе представляю. Только Пруст такие вещи может, наверное, как-то примирить. Но от Мопассана еще как-то проще с ними. Да, соединить. Вот примерно такой вот литературный круг, его литературное окружение. Оно ему было важно, потому что писать он начал давно, еще в детстве, как ребенок впечатлительный и талантливый. Еще будучи лицеистом. И он записывал свои детские впечатления чрезвычайно тщательно. Их можно изучить сейчас. И можно обнаружить, что уже в детстве складывалась особенная литературная манера Прусты. Прусты очень легко определить. Вот у нас будет с вами тест такой по тексту, определить, какой автор его написал. С Прустов никогда не бывает ошибок. У него настолько специфическая манера письма, что вот его действительно не перепутаешь. Да. Так вот, следы этой манеры особенной можно заметить уже в детских записях. То есть он не выработал это каким-то трудным творческим путем, хотя, конечно, он очень много работал над текстом. Но какая-то природная расположенность к такого рода письму у него была. Вот я вам прочту. Фрагмент из романов по направлению к Свану или в сторону Свана. Кстати, этот роман я вам советую и читать. У нас, по-моему, в списках написано один из романов цикла в поисках утраченного времени. Но логично начать с первого. Хотя, конечно, логика – это такая вещь, которая к Прусту именно неприменима и вообще применяться не должна. Но если вдруг мы так поиздеваемся над Прустом и подойдем к нему логично, то можно начать с первого романа в сторону Свана или по направлению к Свану. Ну, хоть вот этот минимум логики, который мы себе можем позволить, по-моему. Вот так вот. Там есть такой один фрагмент, который явно перекликается с детскими записями автора. Я вам прочту. Попробуйте представить себе вот такого вот человечка, например, ребенка. Раз с детскими записями перекликается фрагмент. Итак, представьте себе, что это вы вот в детстве. Вспоминайте, как вы провели день прогулка. Вдруг, во время прогулки, вдруг какая-нибудь кровля, отцвет солнца на камне, дорожный запах заставляли меня остановиться во время прогулки. Благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому ими. А также впечатлению, будто они таят в себе какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, мне не удавалось открыть. Так как я чувствовал, что эта таинственная особенность заключена в них, то я застывал перед ними в неподвижности, пристально в них вглядываясь, внюхиваясь, стремясь проникнуть своей мыслью по ту сторону видимого образа или запаха. И если мне нужно было догонять дедушку, мальчик-то маленький, или продолжать путь, то я пытался делать это с закрытыми глазами. Я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшихся мне, я не мог понять почему, какими-то переизбыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочкой которого они были. Вот. Ну вот, это закончилась цитата. Вы уже задумывались, да, некоторые из вас смотрят грустновато, да, вы правильно заметили, этот текст нельзя читать быстро, его даже вслух нельзя читать быстро, потому что утрачиваешь синтаксическую логику повествования. Ее и так очень, очень немного тут Пруст постарался. Вот. То есть, Пруста надо начинать читать прямо сейчас же. И я вам советую с ним поступать так. Надо взять книжку, положить в какое-нибудь место, где его, например, отдыхать, и читать в день страничку-другую. Не надо много. Но пусть это будет каждый день, по чуть-чуть, кап-кап. И так, может быть, к концу семестра у вас сложится какое-то отношение к этому автору. Я еще, вот, филологи тоже трудно читали просто поначалу, пока не втянулись. И спрашивали, как лучше читать. Я дала совет, как я читала просто. Мне нравится такая метода. Я, знаете ли, отправилась, Пруст считается импрессионистом в мире литературы. Ну вот, можно отправить, если совсем, так сказать, позволите такое эстетское удовольствие, можно взять книжку, просто протащить ее в Эрмитаж, подняться на третий этаж, где висят импрессионисты, сесть и почитать. Походить и почитать. Там такие хорошие диванчики, о, кошечек. Так можно прекрасно провести время. Периодически перемещать, чтобы не обременять с лишними мыслями тетенек, которые охраняют картины. По-моему, это хороший метод. Так тоже можно. Но там вы не сможете оставить книжку. В общем, с Прустом спешить нельзя. Он делает все для того, чтобы мы читали небыстро. И это намеренная его стратегия. У него хорошо получается. Он над этим и тщательно работал. Мы потом это еще с вами обсудим. Если вдруг окажется, что Пруст сейчас очень тяжело идет у вас чтение, такое может случиться. Ну, тогда я вам советую читать не всю книгу, не весь роман толстенный. А прочитайте тогда в сторону Свана, да, часть, ну, там, первые, допустим, там, 50-100 страниц и любовь Свана. Любовь Свана целиком. Это часть романа. Ну, в общем, но я думаю, что если вы прочитаете в общей сложности не менее 200 страниц, то вы составите впечатление. А вот форсировать вот не нужно. Это, потому что нехорошо по отношению к писателю. Вот в данном случае. Это совсем нехорошо. Некоторых писателей так читать можно. Вот я не скажу, каких. В нашем списке их нет. Но вот просто точно, точно не стоит. А теперь вспомните вот этот чудесный фрагмент, который вы услышали, да. Во-первых, вы, наверное, услышали музыкальность его речи. В переводе это сохраняется, потому что очень старался переводчик. А вообще на языке оригинала это просто музыка. Не знаю, что можно еще придумать красивее, чем вот то, что звучит. Вы заметили ретардацию чтения, то есть замедленное чтение. Замедляется чтение искусственным способом. С определенными целями. Мы потом обсудим, зачем это нужно. И вы заметили некий такой общий посыл, да, восприятие мира как какой-то загадки. Загадки, которые скрыто, кажутся за всеми вот этими оболочками материи, с которыми мы обычно имеем дело. Как будто бы все, что видит человек, да, все едино. И просто будто бы мир как-то подступает к нему, да. И ребенком он чувствует, что за этими оболочками подвижными, да, что-то кроется, какая-то тайна, которую как бы можно открыть, это вызывает интерес, но не получается, не удается. И только, может быть, путем вот какого-то такого длительного, что ли, заговаривания, реальности, вот таких вот разговоров вокруг этих удивительных и прекрасных оболочек, вот таким образом можно как-то приблизиться к тайне. Может быть, даже не приблизиться, а прийти к ней в движение. Вот такие, такого рода размышления, да, уже маленькому пусту были свойственны. А еще удивительное стремление запомнить в точности то, что он видит. воспринять эти впечатления и сохранить их в памяти. Вот как он пишет, да, линию крыши, какой-то особенный запах, цвет камня, оттенок, да, обычного камня. Мы же не часто всматриваемся в такие предметы обыденные. Однако же у них удивительные и сложные цвета. И это того непременно стоит. Да, вот это стремление запомнить удивляет. Как будто бы он потом, он знал, что потом ему это очень понадобится, вот это свойство. Оно действительно ему очень понадобилось. Да, но я отвлеклась. Вот эти детские записи, мы же в детстве Пруста находились. Детские записи Пруста были изданы, появился во всяком случае такой сборник текстов неопределенного жанра и не всегда определенного содержания, который назывался «Утехи и дни». Это «Утехи и дни», очень серьезное название. А опубликован был этот сборник в 1886 году. Вы можете подумать, сколько лет было автором. Если в 1886 году, там маленький 15-летний, да, Пруст опубликовал книжку под названием «Утехи и дни». Что это было? Это был такой сборник, что-то среднее между эссе или очерки, какие-то наброски, вот фрагментарные записи, вот что хранит этот сборник. Но для исследователей он полезен, что его можно сравнивать с более поздними романами и находить сходство. Да, так вот, будучи светским человеком, уже молодым человеком, Пруст тоже писал, однако многие его тексты были опубликованы лишь после смерти писателя. Так, например, его размышления об искусстве, он называется «Против Сент-Бюева» или «Неоконченный роман» под названием «Жан Сантейль» или «Сантей», да, «Жан Сантей». Эти книги увидели свет после смерти, после смерти автора. Некоторые при жизни опубликовали, мы о них еще поговорим. Вот представьте, вот такая счастливая жизнь, счастливая обстановка, в которой появился этот ребенок, кажется, очень благоприятная обстановка для развития его. И вот эту счастливую и мирную жизнь неожиданно, грубо и резко перевернула болезнь. Перевернула болезнь. Дело в том, что еще в детстве у маленького Пруста обнаружилась астма, обнаружились приступы астмы, которые начались еще в 9-летнем возрасте. И вот со временем эти приступы учащались. А вы понимаете, что астма для начала 20-го века, извините, думаю, вообще еще в конце в 19-го века находимся, заболевание было неизлечимое. К тому же к этой астме добавлялась аллергия. А вот спектр на что у него была аллергия, как-то все время расширялся. И в конечном счете так получалось, что он совершенно больной, прост, не мог выносить почти что ничего. Можно сказать, что у него была аллергия на жизнь. Потому что он не мог выносить ни малейшего шума, ни дневного света, ни пыли. Ничего он не мог выносить. И фактически жизни он не мог выносить. И вот этот светский лев, красавец, Дэнди, уходящий эпохи, оказался в роли отшельника, запертым в комнате, обитый панелями из пробкового дуба. Этот пробковый дуб, такой специфический материал, поглощал всякие признаки внешнего мира, в том числе шумы, пыль, конечно, тоже. То есть человек оказался совершенно отрезанным от всего окружающего, от всей окружающей жизни. Он не мог больше жить жизнью обычных людей. Вот такая поразительная метаморфоза произошла с ним. Вот представим себе, да, просто в абсолютной, вот такой вот, просто как мы его сейчас себе представили, вот в абсолютной тишине, оказался в абсолютной тишине, полутемной комнаты, вот с этими панелями из пробкового дуба. И занятия литературой, литературой были вот тем удовольствием, которое спасло его в долгие годы вынужденного затворничества. Впрочем, вы, конечно, сейчас уже готовы посочувствовать ему от души. Я тоже всегда очень сочувствую в Прусту, когда вспоминаю вот этот поворот его биографии. А с другой стороны, наверное, ему бы это не понравилось. Во всяком случае, он защитился от всякого сочувствия как бы уже заранее. Потому что вот в этом первом сборничке, о котором я вам говорила, «Утехи и дни», он написал еще в детстве следующие слова. Я вам сейчас... Он как бы защитился от всяких наших сочувствий и калише на эту тему. Вот что он писал. «Когда я был совсем маленьким, мне казалось, что из библейских персонажей самая злая судьба выпала ною. Ной, да? Потому что из-за потопа ему пришлось просидеть в заперти в ковчеге сорок дней». Я, подождите, переставила слова. Что-то сочла, что я хорошо помню на память. А вот и нет, не увидела текста. Извините. А там ведь хороший перевод. Подождите. Еще раз прочитаю. «Когда я был совсем маленьким, мне казалось, что из библейских персонажей самая злая судьба выпала ною, потому что из-за потопа ему пришлось сорок дней просидеть в заперти в ковчеге». Вот. «Позже я часто болел и вынужден был много долгих дней провести в ковчеге. И тогда-то я понял, что лишь из ковчега Ной смог так хорошо разглядеть мир. Пусть даже ковчег был заколочен, а на земле царила тьма». Вот тут надо подумать, что это значит. Позже долго болел, да, и понял, что именно из ковчега Ной удавалось, Ной мог, смог так хорошо разглядеть мир. Пусть даже ковчег был заколочен, а на земле царила тьма. Вот дайте подумать, что это значит? Ведь это же несколько стран. Может быть, действительно, можно себе представить, то есть, что он точно подразумевал, мы, конечно, не можем сказать, мы спросить маленького, просто мы не можем, мы уже и большого не спросим. Но, в всяком случае, можно предположить, что можно как-то перебирать вот эти воспоминания, которые человек собрал уже за свою жизнь, да, вот как Ной, да, он что-то видел в своей жизни, мог сидеть в ковчеге все это рассмотреть еще раз. Я не знаю, насчет размышлять или не размышлять, но, в всяком случае, как-то их воспринять по-особому, эти впечатления. И вот помните, да, когда он ребенком дошел, собирал, коллекционировал эти впечатления побольше, запомнить, и шел с закрытыми глазами. Вот, тут тоже, да, как будто он знал, что ему все это будет нужно. Ну вот, можно потом сидеть в ковчеге, когда есть вот этот вот, вот эта коллекция, которая уже собрана в печенье. Ее можно перебирать очень тщательно, и, может быть, это действительно получится в упоровом человеку лучше, чем если бы все время новые впечатления поступали. Ведь человек все время сталкивается с новыми и новыми впечатлениями на протяжении своей жизни. А вот если он сидит в ковчеге, он может тщательно рассмотреть старые впечатления, так бы он на них не обратил особо внимания, а отвлекался бы на новые и новые, если бы не было в ковчеге. Вот, наверное, такая логика, думаю, что правильно, правильно предположили. Да, так что сочувствовать просто не стоит. И, кажется, это действительно прекрасное занятие было для Пруста писать романы, и для нас, надеюсь, будет прекрасное занятие их и читать. Да, так вот, за время своего вынужденного затворничества Пруст создал огромный цикл романов. Огромный. Все эти романы он объединил цельным замыслом, рассказчиком одним и тем же, почти везде. И персонажами. Один и тот же набор персонажей. Вот название этого цикла, и есть то самое название, которое в списках у вас значится, в поисках утраченного времени. И именно этот цикл обеспечил Прусту литературную славу и всемирное признание. Вот о нем-то мы и будем говорить. Цикл романов в поисках утраченного времени. Первый роман цикла в сторону Свана или по направлению к Свану был окончен в одиннадцатом году. Но, как вы предполагаете, как ни был известен Пруст своей персоной, все-таки ни один издатель рукописью не заинтересовался. Очень толстый, толстый скрипт, очень много текста. Не хотелось рисковать. Пруст пытался навладить отношения с разными издательствами, ничего не получилось. И в тринадцатом году, промаявшись некоторое время, он опубликовал роман за свой счет. За свой счет в надежде на резонанс, на то, что текст будет замечен. Ну, так не случилось. Мы можем огорчиться. А как огорчился? Просто к несчастью эта книга не вызвала большого резонанса ни среди читателей, ни среди критиков. Похоже, письмо было настолько уникально и настолько непривычно, что как какой-то непривычный объект, его просто не заметили для начала. Просто проигнорировали наличие в литературном процессе таких странных текстов. Как, знаете, то, что абсолютно неведомо человеку, он и не замечает. Это во всех сферах бывает. Вот видите, в сфере литературы тоже происходит. Но известность была уже не за гораве, потому что настоящую известность писательскую просто принес уже следующий второй роман, который красиво называется «Под сенью девушек в цвету». «Под сенью девушек в цвету» 1918 года. Вот за этот роман, вот этот роман уже заметили. Вот вы как-то все-таки уже сосредоточились на тексте. Именно за него Пруст получил престижнейшую гонкуровскую премию гонкуры, да, известные вам персоны. Позднее, в 1920 году, Пруст получил тоже очень почетную награду Орден Почетного Легиона. И вот после второго романа выходит в свет несколько произведений. В 1920 году роман «У Германтов» у Германтов 1920 года. В 1922 году появляется роман «Содом и Гаморра». «Содом и Гаморра». 1922 год. Ну, по-честному, 1921-1922. А вот остальные романы увидели свет уже после смерти автора. То есть, после 1922 года. Так что Пруст после своей смерти был живее всех живых, потому что книги продолжали появляться на литературном горизонте. Теперь их уже замечали. Всего цикл состоит, гигантская махина этого цикла, цикл состоит из 7 частей в 15 книгах. И последний роман, то есть мы можем с уверенностью сказать, что он завершил свою работу, потому что последний роман цикла в поисках утраченного времени называется «Обретенное время». Вышел он в 1927 году. Значит, ясно, что текст как-то был завершен. 1927 год, последний роман цикла «Обретенное время». Как относились современники к его произведениям? О всех современниках мы говорить не будем. Некоторые писатели заметили такого удивительного автора, как Пруст довольно быстро. Томас Манн, который ревнивый, тщательно отслеживал литературный процесс в разных странах. Он обратил внимание на романы Пруста и говорил о них как о субъективной эпопее. Я вам говорила, что Томас Манн немножко стилизовал свою жизнь под образ Гёте и как-то чувствовал свою важную роль в истории мировой литературы. И вот он воспользовался термином Гёте предложил его в совершенно другую естественную связи и намного раньше. Термин этот субъективная эпопея. Как правило эпопея это что-то масштабное какое-то повествование и претендующее на некоторое объективное отражение каких-то событий. А тут у нас субъективная эпопея. То есть масштабность просто эпический размах какая махина текстов но это все об одной единственной личности об одном единственном субъекте и абсолютно субъективно без малейшей претензии на какое-то какое бы то ни было объективное отражение реальности. Вот получается субъективная эпопея. Действительно кажется этот термин очень очень подходит. В поисках утраченного времени одна единственная личность Марсель Пруст отправляется на поиске утраченного времени. Что такое для него утраченное время? Это время прожитое а потому утраченное время промелькнувшее вот те самые впечатления которые он сохранил и которые он как ной в ковчеге может перебирать и записывать и такую удивительную коллекцию нам потом вот предложить для чтения на которую можно бесконечно рассматривать есть такие любители творчества Пруст которые всю жизнь читают Пруста понемножку всегда читают просто книжка Пруста лежит где-то в доме в квартире и можно всегда страничку другую почитать через недельку еще какую-то страничку но это же потом когда первый раз уже может быть прочитано так вот конечно субъективная эпопея какой размах одной единственной личности или можно сказать что эти произведения просто похожи на поиски клада как будто человек существует субъект отправился на поиски клада и клад этот где-то спрятан в прошлом он хранится и открыть его для человека в прошлом вот это утраченное время пережитое для человека чрезвычайно важно так рассматривал произведение Пруста Владимир Набоков который читал лекции о Прусте я вам советую их почитать это тоже интересно хотя конечно предварительно нужно обязательно почитать Пруста и еще что-нибудь о Прусте как вы понимаете если один писатель рассуждает о другом писателе ну то мы будем довольно далеки ну какого-нибудь более или менее объективного отражения фактов хотя конечно об объективности тут речь вообще наверное идти не может не та у нас наука ну хорошо пережитое и так что ж такое пережитое почему это так важно ну подумаешь что-то человек испытал какие-то собрал впечатления и движется дальше по жизни поступают новые впечатления зачем возвращаться зачем их перебирать вот вопрос на который Пруста был ответ как вы понимаете для него пережитое составляло невидимую сущность человеческой личности сущность человеческой личности вот если мы вот мы вот все вот сидим и стоим здесь вот как-то вместе в этом помещении и вот мы спросим себя чем же мы отличаемся друг от друга потому что видите в этом наверное будет заключаться индивидуальность каждого и каждой из нас чем мы отличаемся друг от друга какие-то вехи биографические могут совпадать вот тут как раз я даже думаю что если будут студенты допустим одной группы могут оказаться у них и вехи даже очень похожи будут какие-то обстоятельства других например место рождения или даже год рождения могут совпадать все это не определяет особенности личности не в этом ее неповторимости индивидуальность в чем-то другом спрашивается в чем же вот может быть в этом пережитом вот может быть в том что за спиной у каждой личности на свете и у нас у всех есть какой-то багаж вот того что человек видел и даже если он видел то же самое даже если он в тот же самый день поступил в университет к примеру или на той же самой лекции сидит он все равно каждый воспринимает каждую лекцию например и каждое явление жизни по-своему на свой лад правильно значит его впечатления даже от тех же самых событий на которые смотрели другие люди будут отличаться значит его багаж будет особенный не говоря уже о том что люди и видели разное и даже если видели как сказано одно и то же то увидели это из разных ракурсов и вот этот вот букет впечатлений который мы незримо вот тащим за собой через всю жизнь мы его постоянно пополняем какие-то новые впечатления мы прибавляем к тому что у нас есть и это отличает одну личность от другой поэтому можно согласиться с пруссом если встать как бы если попробовать как-то на его волне стоять вот как это где-то стоят на волнах серфинг да в спорте что-то спортивное такое вот если попробовать удержаться балансируя на этой волне вот просто мне кажется с ним можно можно согласиться действительно уникальность личности наверное вот в этом пережитом и хранится если мы хотим увидеть отличие этой личности от всех остальных то мы должны заняться пережитым а ведь мы почему это нам так важно может быть нам не так интересно конечно отличие одной личности от другой вот к примеру можно так специально смотреть на людей, чтобы игнорировать, например, при этом игнорировать их индивидуальные особенности. Можно напрячься, постараться, и строго на людей смотреть. Это затруднительно, и с людьми тогда тяжело иметь дело, я так полагаю. Но все-таки возможно. Но так к себе относиться никак нельзя, правда? Человек ведь выстраивает на протяжении своей жизни образ самого себя. И он должен прежде всего о себе знать, чем он отличается, в чем его такая уникальность и сущность. И это замечательно. Он должен этим увлекаться, вот этим вопросом. Значит, он должен таким образом увлекаться своим пережитым, вот своими этими набранными впечатлениями, вот этим букетом фиалок, которые вот за ним вот шлейфом-то тащатся по жизни, по его сопровождая, да, и все время пополняясь какими-то новыми впечатлениями. Потому что человеку важно понять, какой он есть, в чем его неповторимость, в чем его индивидуальность. Верно ведь в наш мир, в наше время, в наш век, когда считается, что именно уникальность личности, высочайшая ценность, да, ну, наверное, это правильно таким образом себя осмысливать. Понятно, что средневековый человек не занялся обочтением Пруста, потому что тогда были другие ценности, человек по-другому воспринимал самого себя. А в наше время, конечно, да, Пруст очень важный, важный автор, потому что он помогает человеку осмыслить свою, собственно, неповторимость. Причем осмысливает-то он свою неповторимость, но мы можем посмотреть, как он это делает, и подключиться к этому удивительному процессу. Вот. А еще, да, для чего человеку вот осмысление этого вот груза впечатлений, этого багажа впечатлений? Грузом это нельзя назвать, все-таки багаж-то. Багаж как-то более позитивно звучит. Вот этот багаж впечатлений. Почему ему важно? Ведь мы же годами создаем, каждый человек годами создает свой образ мира, свой образ Вселенной. Мы с вами много говорили о печальных обстоятельствах, связанных с разложением христианской доктрины, правда? Я вам уже надоела с этим утверждением. Да так вот, когда цельная картина мира разрушилась, которую разделяли все, стало особенно важно, чтобы человек, каждый человек, выстраивал свою индивидуальную картину мира. Значит, он этим и занялся, человек. И исходя из чего он выстраивает эту картину мира? Разумеется, из каких-то элементов традиционной картины мира, которые ему транслирует, я не знаю, его семья, окружение и так далее. И из каких-то своих собственных жизненных впечатлений, из тех самых жизненных коллизий, в которых он когда-либо оказался, из того, что он накопил, исходя из своего пережитого. И так получается, что у каждого человека, согласно таким представлениям, у каждого человека постепенно в процессе жизни складывается собственный уникальный образ Вселенной. И у каждого он будет свой, особенный, индивидуальный. Вот таким образом мы можем, читая просто, познакомиться с изображением многогранного внутреннего мира человека, мира, который находится в вечном движении, в вечном становлении. И его внутренний мир, сам человек, и образ Вселенной. И все это вместе. Потому что пока человек жив, это все время меняется. Вот эти образы, они постоянно дополняются и меняются. В общем, вот поэтому прозу просто часто называют интроспективной прозой. Скажите, интроспекция. Есть у вас в ваших каких-нибудь журналистских науках такой термин? Не знаю. Не попадался. Вообще-то это слово из латинского. Тут вы, наверное, улавливаете. Интроспектаре. Смотреть вглубь. Смотреть внутрь. Значит, интроспективный текст, интроспективное произведение должно как-то с этим представлением о взгляде вглубь, внутрь корреспонтировать. Как-то соприкасаться. Есть термин интроспекция. Ну вот в литературе ведения, допустим, интроспективная проза, мы об этом как раз говорим. Есть в психологии интроспекция. Может быть, вам в этом смысле попадалось. Интроспекцией в психологии называют самонаблюдение пациента. Ну что-то вроде. Человек, который, да, ну там не обязательно уж на высокий уровень рефлексии заходить, но достаточно просто наблюдать и изучать собственные психические процессы. Вот это называется интроспекцией. Наблюдение за собственными психическими процессами. А когда говорят о литературе, об интроспективной литературе, то говорят о тех произведениях, в которых очевидна задача, да, вглядеться, всмотреться в глубины человеческой души. Да, в глубины внутреннего мира человека. Вот, конечно, Пруст со своим этим перебиранием накопленного в багажа впечатлений, конечно, это ярчайший образец интроспективной прозы. Так что, конечно, неудивительно, что большинство произведений Пруста написано от первого лица. Какого же еще? Я повествует. И это Я разворачивается постепенно на страницах произведения. Постепенно это Я как бы раскрывается. Вот в этих картинах накопленных впечатлений. Конечно, есть и другие персонажи, есть другие фигуры в произведениях, но их личности остаются нераскрытыми. Это не входит в задачу Пруста показать несколько персонажей с их внутренними мирами. Нет. Дай Бог, с одним персонажем, с самим собой как-то, не то, что справиться, хоть чуть-чуть посмотреть, как он все-таки устроен. Ведь мы так мало знаем о себе, как, если мы честны, в какие-то моменты с самим собой, мы вообще догадываемся, что нам очень мало о нас известно. Так что, уж какие там другие персонажи? Они, конечно, остаются нераскрытыми. Это совершенно не беда. А сам себя просто осмысляет, осознает исключительно, исключительно в виде потока субъективных впечатлений. Потока субъективных впечатлений. Он старается, вот у нас возникало сегодня слово размышлять или рефлексировать, что-то такое, мелькало бы так, потому что мы такие вот люди уже. Вот именно вот эти аспекты нашей личности надо как-то, ну, как-то надо с ними жестче, чтобы они не очень вмешивались в процесс чтения. Потому что Фруст как раз старается удержаться, вот не отрефлектировать эти впечатления. Они ведь искажаются от нашей рефлексии. А ему хочется не подгонять их под какие-то схемы, потому что ему хочется именно уникальные в человеке увидеть. Схемы, они как раз лишают уникальности, правда? Потому что можно все самое разное подогнать в одно, а что не подходит абстрагироваться от этого, да? Вот это именно то, что он не хочет сделать, потому что его именно интересует уникальность личности. Значит, он старается разуму особой пищи не давать. Ну, тоже, если вы будете пытаться, как логически, так подойти к тексту, текст можно отомстить вам и показаться вам с самых неприятных сторон своих. Значит, так это делать не надо. Фруст это знал, это как раз была его вполне осознанная позиция, и вот он сам признавался в том, что разум не вызывает его доверия. Но мы можем сказать, что разум вообще в 20 веке доверия художников в широком смысле вообще не вызывает. В связи с какими авторами мы могли бы об этом вспомнить? Вот из тех, что мы уже изучали. В каких произведениях очевидно, что разум плохой советчик, как оказывается. Вот совсем по-другому думали про светители, хотя тоже они в этом часто сомневались. Но так на вид они думали совсем по-другому. Им казалось, что все-таки разум это что-то очень полезное. 20 век не очень доверяет разуму. Каких авторов можно вспомнить? Дима, вот. Кавка, конечно, абсурд, безумие мира. И всякий этот разум это просто какое-то чепуховое затея человечества, которое пытается что-то понять. Нельзя это понять. Вот эту бездну, вот этот суд, этот замок, вот этот процесс. Это понять нельзя. Можно только смотреть на это и ужасаться. Но иногда, правда, можно смотреть и радоваться, как просто, просто получать. Потому что красиво очень. Оно может быть и страшновато. Но факт, что вот именно рефлектировать не надо. Это нехорошая затея. Бессмысленная. Бессмысленная затея. Можем о Кавке вспомнить? Можем еще что-нибудь вспомнить? Хаксли, совершенно верно. Мы, правда, еще не говорили, но отложите это где-нибудь в какую-нибудь ячейку вашей памяти. Это пригодится, когда будете Хаксли читать. Еще кого могли бы обсуждать? Из тех, что мы обсудили, можно? Фолкнера. Мы тоже еще не обсуждали, но тоже. Шум и ярость. Там разуму места очень мало. Раз сутку и подавно. Вот мне кажется, что сложные связи с Томасом Манном обнаруживаются. Я вам предлагаю даже на эту тему подумать. Мне кажется, что он на полу как-то много разум шляет. Да. Все пытаются все разум и при этом не будет ничего. Конечно, но ведь не может вот так поразмыслить, что прийти к какому-то результату. Вот в чем штука. Томас Манн не зря заметил просто. Это была просто радикализация того, что у него тоже есть. Томас Манн выкладывает всю эту палитру возможностей перед человеком. Да как можно относиться к реальности. Их он сам не знает. Как лучше к ней относиться. И как рационально не взвешивай все равно один хлопок дверью мадам Шоша, которая, проходя, опять шваркнула. И опять непонятно, за что уцепиться. Где там была нить-то какая-то ариадная. Оказывается, нить давно разорванная. Это так клочки лежат этой нити. Никому не нужны. Мне кажется, он тоже фиаско этого пути. Как раз рассудочно такого представляет. И вот мадам Шоша тут ему наша соотечественница очень пригодилась. Это полезный образ. Хоть вот вы морщитесь, она вам, наверное, показалась исполнена неких клише о русских особых. Ну, что же делать? Не забывайте, она же не человек, это же все только конструкция. Так что вот такая взбалмошная конструкция получилась немножко. немножко. Да. Но мне кажется, что с разумом у Томаса и Манна тоже сложные отношения. Вот доверие к разуму во всяком случае он не обнаруживает. вот эта мадам Шоша она расшатывает все время всякие выстраивающиеся схемы. Вот почему 20 век вообще не доверяет разуму? Давайте подумаем. Почему? Потому что с этим мы будем сталкиваться не только в первой половине 20 века, но и во второй и в 21 веке тем более. Потому что в 19-м доверяли и опять же как-то ничего не пришли в доме продолжаются. Да. Можно сказать, что исторические опыты войны и ужасы человеческой истории плодящиеся и продолжающиеся в 20 веке как-то не внушают доверия разуму. Потому что 19 век очень на него опирался. Попытки разобрать общество, как оно выглядит. Эмиль Зуля проходил мимо. Я прям чувствую. Да. Действительно вот эти попытки рассудком и разумом как-то разобраться, осмыслить вот они ни к чему особо не приводят. Оказывается, что эти схемы мало что говорят об обществе. А что уж они могут сказать об индивидуальности, о личности, об уникальной персоне? Наверное, немного. Потом еще есть и другие причины. Вы сказали катастрофы. Действительно, величайшие так называемые катастрофы разума. Войны, антисемитские погромы в конце 19 века уже известные. Мы об этом с вами говорили. Первая веровая война, Вторая веровая война и так далее. Вот эти события, катастрофы разума. Раз они случаются, значит, получается что-то не то. Есть какая-то с теми, потом, понимаете, даже на уровне самой, что ни насти, обыденном, на уровне, скажем, использования пропаганды, вот то, что Брехта, например, беспокоила, когда под видом совершенно разумных аргументов, вот мы недавно с вами об этом говорили, можно любую гадость человеку поселить в голову, и он даже не заметит, никакой разум ему не просигналит, что это нехорошо. Если ему что-то и просигналит, то какое-то чувство, в конце концов, может быть, потом, да, ужас, до чего мы договорились, как помните, у Томаса Манна, мы слушали, слушали рационально рассуждающего Леонавта, и потом мы однажды оказались среди людей, которые говорят, что война, это здорово, вот, дослушались, вот, вот это все, конечно, улавливает не только Пруст, но вот Пруст радикализирует, вот никто так радикально не поступил с разумом, как Пруст, он его просто по возможности отключил, вот, и вот то, что пишет об этом, вот, смотрите, да, еще в самом начале XX века он написал, с каждым днем, то есть это у него был процесс такой, это с каждым днем я все меньше ценю разум, можете ли вы сказать это о себе, я по-моему уже, да, но еще раз прочитаю вам, с каждым днем я все меньше ценю разум, с каждым днем я все яснее представляю себе, что только вне его писатель может уловить что-то из наших впечатлений, то есть вот писатель, да, это очень важно, может быть в какой-то другой жизни мы наверное на разумные какие-то доводы должны опираться, мы не можем их полностью игнорировать, но есть какая-то сфера в человеческой культуре, где можно попробовать все-таки как-то не ставить разум во главу угла, как-то его немножечко отодвинуть в сторону, не совсем иначе, мы не сможем воспринимать, это будет полная какафония, не совсем, немножко только отодвинуть, это уже для нас тяжело, но мы попробуем вот в этой сфере, хотя бы в сфере искусства, хотя бы в сфере литературы, но я не дочитала цитату, извините, отвлеклась, с каждым днем я все яснее представляю себе, что только вне его, то есть вне разума, писатель может уловить что-то из наших впечатлений, то, что разум возвращает нам под названием прошлого, им не является, то, что разум возвращает нам под названием прошлого, им не является, вы когда-нибудь задумывались над этим, вот над своими воспоминаниями, а это очень полезные размышления, вам очень советую подумать, если вдруг вы еще не задавались таким вопросом, что делается в голове с тем, что мы помним, ну на эту тему есть увлекательнейшие эксперименты с людьми, на меня, например, произвели впечатление, вот какой эксперимент, это просто прямого отношения не имеет, только к разуму, некоторые имеют отношение к воспоминаниям, провели такой огромный опрос многих-многих пар супружеских, спрашивали каждый год, приходили к ним и спрашивали, задавали один и тот же вопрос, как они познакомились, вот, муж с женой, а как познакомились, и каждый год, причем спрашивали их независимо друг от друга, так что супруги не знали, что другой сказал, и записывали, каждый год задавали один и тот же вопрос, а потом увидели, что оказывается, мало того, что об одном и том же событии, с самого начала супруги рассказывали разные вещи, То есть они одинаково не видели. Но и в дальнейшем образы этого знакомства расходились все больше и больше. И они стали все менее похожими друг на друга. Их рассказы. Так что через 10 лет рассказ мужа и жены могли вообще радикально отличаться друг от друга. Вот это доказанный факт. Я читала результаты этих исследований. Очень интересно. В принципе мы могли бы предположить, что так будет. Но когда это со статистикой так показано, это очень впечатляет. Да. Так вот, почему так получается? Почему трансформируется история в нашей памяти? Вот просто считают, что это разум возвращает нам что-то под названием прошлое. Под названием прошлого. А на самом деле это прошлым не является. Потому что на самом деле все было совсем иначе. Только мы этого не знаем. Потому что, как правило, мы опираемся именно на то, что мы нашим разумом помним. Но вы можете тоже поздеваться, например, своими родителями, провести такой эксперимент. Через пару лет еще раз повторить. И наверняка подтвердите вот эту статистику. Да. Вот, понимаете, вот для того, чтобы избежать опоры на разум, и уж на рассудок тем более, да, просто и нужны впечатления. Просто и нужны впечатления, ощущения, какие-то мимолетные, мимолетные отзвуки реальности, которые человек собирает на протяжении своей жизни. Конечно, толчками для появления этих впечатлений служат некие события внешнего мира. Понятно, совсем без внешнего мира обойтись невозможно. Ощущения, вероятно, возникают от контактов с внешним миром. Ну, например, так, например, впечатления могут возникать у ребенка во время прогулок. Я вот намекаю. Можно прогуливаться по городку Комбре. Это как раз вот начало, в сторону Свана. По городку Комбре, который знаком Прусту с детства. Или можно совершать более дальние прогулки. Герой из своего дома в Комбре совершает прогулки в двух направлениях обычно. Или в сторону усадьбы банкира Свана. Вы улавливаете название первого романа, да? Вот можно гулять в сторону усадьбы банкира Свана. Это в одну сторону. Или можно гулять в другую сторону. В сторону поместья древнего аристократического рода германтов. Узнаете название романа? У германтов вы записывали, да? Вот. Вот, например, прогулки, да, детские прогулки. Прогулки Пруста. Конечно, впечатления, которые получает человек на протяжении, например, таких прогулок, впечатления многогранны и интересны. Тогда как события сами, которые вызвали эти впечатления, могут оказаться вполне даже несущественными на вид, во всяком случае. Мы с вами привыкли читать книги, может быть, я вообще-то не очень такие книги люблю, но я знаю, что часто люди любят читать книги с захватывающим сюжетом. Чтобы там были какие-нибудь глобальные события, катастрофы, какие-нибудь беды. И вот он, вот он, захватывающий сюжет. Но это можно и кинопродукцию такого рода сразу вспомнить, если вы такое не читаете. Но где-то вы все равно какими-то осколками это точно видели. Или вот таким вот захватывающим сюжетом, где будут социально значимые события. Например, война или что-нибудь еще такое крупное. Так вот, социально значимых событий Пруста не найти, как правило. У него даже Первая мировая война каким-то отзвуком, каким-то упоминанием может мелькнуть. А как таковая она даже и не фигурирует. Вот смерти, убийства, войны, глобальные катастрофы. Это хорошее дело для выстраивания захватывающего сюжета. Это всегда, что такое захватывающий сюжет? Это всегда рационально понимаемая некая конструкция, не очень сложно сделанная. Есть определенные правила, как это можно сделать. И разум за это зацепится. И мы будем очень с увлечением следить за происходящим. Вот это то, что не любопытно совершенно Прусту. Ему хочется ведь выстроить что-то не опираясь на разум, а вот эти ощущения, отзвуки реальности. Как-то уловить человеческую уникальную личность, представить на ней сосредоточиться. Тогда, конечно, все эти вот конструкции, вот эти рационально просчитываемые с захватывающим сюжетом и социально значимыми событиями, конечно, они ему не нужны. Это все лучше выбросить. А вот впечатления, впечатления могут возникнуть ведь и от очень незначительных событий. И если мы будем честны с самими собой, то действительно, для каждого человека отдельно в жизни какое-то событие может стать значимым, очень важным. Которое другой человек, тут же находящийся, вообще не заметит. У каждого человека какой-то свой субъективный набор вот этих вот для него лично значимых событий, которые социально значимыми, исторически значимыми, вообще не являются. И это не глобальная катастрофа. Для какого-то человека, не знаю, там, убийство цыпленка к обеду может оказаться более страшной катастрофой, чем вся Вторая мировая война, или Первая в случае с Прустом, чем вся Первая мировая война. Потому что это лично касается, это личное впечатление, и это страшно. А война, допустим, может быть, человека не затронула в такой степени, непосредственно. И значит, она будет каким-то отзвуком. Вот поэтому просто и старайтесь сосредоточиться на таких вот каких-то значимых для отдельной личности событиях. Причем не обязательно, конечно, трагических, а может быть и прекрасных. Как может быть, если вы вспомните, что вы прекрасно увидели вот недавно, например, да. Вот он может себе позволить, Пруст, какой-нибудь цветущий боярышник, качнувшаяся ветка цветущего боярышника. Несколько страниц прекрасных описаний. Можете позволить. Потом можно написать прошли годы. Это не беда. Потому что по сравнению с веткой боярышника, для вот этой личности, которая это видела... Вспомните сейчас свои ветки боярышника, они же есть у каждого. Вот все остальное ничто. Остальное все прошли годы. Вот так он пытается представить уникальную личность. Действительно ведь, вспомните, у каждого есть, между прочим, в багаже, вот в этом букете, есть пара веток боярышника, не так ли? И даже, может быть, какие-то прибыли вот в последнее время. Так что наверняка каждый человек за такие самонаблюдения делал, что субъективно значимые события могут чрезвычайно сильно отличаться от как бы объективно значимых событий. Но они действительно объективно значимы, никто не спорит. Просто именно сфера литературы может быть больше пригодна, не сфера исторических наук, а сфера литературы. Может быть больше пригодна для каких-то других, вот для этих индивидуальных впечатлений. Другое дело, что, конечно, сфера литературы разнообразна, и есть популярная литература, где нужен захватывающий сюжет, чтобы литература выполнила терапевтическую функцию, чтобы человек отдохнул от своих стрессов, чтобы человек сильно испугался и забыл от ужаса все свои собственные страхи. Там, не знаю, перед начальником, да, вот-вот бы испугался страшной какой-нибудь всемирной катастрофы и отдохнул бы душой таким образом. Это все в тривиальной литературе есть, и там все это есть, социально значимые события, которые вполне пригодны для выстраивания сюжетов. Просто это неважно и неинтересно. Он сосредоточивает свое внимание на субъективно значимых для отдельной личности событиях. Значит, а социальные исторические вещи не важны. И таким же незначительным становится и объективное время, так называемое. Закрою. Да, так вот, так называемое объективное время или время физическое. Ну, об этом вы наверняка задумались, потому что, мне кажется, такая форма занятий, как лекция, очень располагает к тому, чтобы задуматься о различии объективного или физического времени. И субъективного или психологического времени. Вы уже задумались над этим? Что физически, объективно, наша лекция идет, да, к сожалению, сегодня меньше обычного. Вот сейчас пока 50 минут, если я правильно понимаю мои часы, что они мне нашептывают. Да. Так вот, 50 минут. За эти 50 минут для всех одинаковые, да, вы восприняли, каждый человек воспринял разный объем впечатлений, наверное. Да, это от всяческих факторов зависит. И если объективное время у всех одинаковое, то субъективное время, психологическое время, у каждого свое. Если бы я вам не сказала, что прошло 50 минут, а спросила бы вас, сколько по-вашему прошло времени, то, наверное, сколько тут человек, столько бы примерно и было бы цифр. Потому что вы бы, конечно, оценили это время по-разному. Вы же разные люди. Значит, вы бы по-разному заметили, сколько времени прошло. Вот различие, такое разграничение между объективным или физическим временем и субъективным или психологическим временем. Такое разграничение впервые произвел французский философ Анри Бергсон. Я вам скажу даты жизни, но не для того, чтобы вы их запомнили, а чтобы просто его как-то расположили на шкале истории человечества. Анри, да-да-да, да-да, да-да-да. Итак, французский философ Анри Бергсон, но несмотря на это, просто все равно понравилось. Даты жизни 1859-1941. Так вот он показал, Анри Бергсон, показал, что для каждого человека длительность определенного момента зависит от его эмоциональной и смысловой насыщенности. Насыщенные эмоционально и смыслами насыщенные моменты отличаются от ненасыщенных моментов по длительности в восприятии человека. Значит, мы можем сказать, что субъективное время, психологическое время у каждого свое, потому что каждый воспринимает происходящее по-особенному, уникально. И дальше уже длительность, допустим, нашей лекции. Кто-то, для кого-то она промелькнула быстро, для кого-то медленнее или еще медленнее, а кто-то уже просто мысленно в буфете и с трудом дотягивает до конца нашего мероприятия. А все почему? Потому что насыщенность этих самых моментов, она зависит от индивидуальных факторов, среди прочего. Конечно, я могу постараться, чтобы показалось все особенно медленным, но я стараюсь, чтобы так не было. Но еще от вашего самочувствия, настроения, от того, насколько для вас важно, что я рассказываю, насколько вы уже думали о том, что сейчас рассказывали, или никогда не думали, это же тоже существенно при восприятии. Это от того, в конце концов, как вы сегодня добирались, вот я сегодня так специфически добиралась, что я бы, наверное, с трудом бы сейчас сидела на лекции. Ну, хорошо, что я хоть сама и не сижу, а рассказываю только. Это я всегда с удовольствием. Да. В общем, от того, сколько пищи, так сказать, вашему уму и сердцу давала лекция, вот зависит ее субъективная или психологическая длительность. Да? Вот. Да, действительно, я все-таки стараюсь, конечно, опираться на разум, в этом смысле, спасибо, да. Но я думаю, если бы он был преподавателем, он бы тоже все-таки старался. А впрочем, ему бы позволительно было бы и просто болтать. Если так красиво получается, то и можно. Да, просто у кого еще так получится. Да, так вот, получается, что время имеет свойство растягиваться или сжиматься в зависимости от насыщенности момента. Это психологическое, субъективное время. И это то самое время, которое интересно Прусту. Объективное время ему неинтересно. Вот поэтому, как мы с вами договорились, к очнувшуюся ветку боярышника он может описывать несколько страниц. Или какую-нибудь галку пролетевшую над, не знаю, там, над замком. А потом написать «прошли годы». Его не беспокоит тот факт, что «прошли годы» – это очень короткая фраза для того, чтобы промахнуть в истории его личности просто такую бездну. Бездну времени. Значит, прошли действительно годы. И все, точка. Прошли. Прошли годы. Вот так важно было субъективное время для Пруста, что даже можно сказать, что Пруст проиллюстрировал с помощью своих художественных текстов вот эту теорию Бергсона. И Набоков, ну, как вы знаете, писатели редко говорят друг о друге что-то хорошее, действительно. И Набоков, похоже, тоже не исключение. В общем, он однажды назвал романы Пруста просто иллюстрированным изданием учения Бергсона. Вот так вот. Ну, вы понимаете, что, конечно, это значит, что Бергсона много. Вот этих размышлений о времени много в романах Пруста. Хотя мы догадываемся, что, наверное, не только этим прекрасен Пруст. И что-то в этом есть, кроме иллюстрированного учения Бергсона. Но связь и, вправду, очевидная.